друзья всем привет в общем у меня появилась вот такая проблемка получается когда плавно трогаюсь то машина в принципе едет полностью адекватно хорошо нормально но стоит нажать резко на педаль газа такое ощущение как будто ее за жопу чё-то держит вот и тут выход из ситуации двумя способами может быть первое это либо форсунки второе это либо бензонасос и фильтры бензонасоса катушки свечи это уже все поменено новые четыре катушки стоят свечи иридиевые тоже новые дроссель чищены ничего не помогает вот и в общем сегодня будем менять ремкомплект бензонасоса собственно говоря вот он стоит кстати он косарь если кому интересно ссылку оставлю в описании но не все так просто меняется как кажется тут потребуется специнструмент под названием паяльник потому что чтобы поставить ремкомплект нужно отпаивать 4 провода и потом припаивать заново вот такой вот ремкомплект вот это получается корпус это у нас фильтр тонкой очистки вот вот эта сетка эта сетка это фильтр грубой очистки и они в принципе довольно быстро забиваются меня пробег уже 110 тысяч и я так как раз таки предполагаю что всему виной что нет нормальной тяги когда нормально нажимаешь на педаль газа является забитый наглухо бензиновый фильтр но чтобы извлечь нам бензиновый фильтр нам нужно сначала снять заднее кресло делается довольно просто сдергиваем вот так вот первый есть сейчас вторую есть теперь получается нужно чтобы его снять вот тут петли есть две петли чтобы снять сиденье нужно задавить и вытащить но одной рукой неудобно сейчас сниму получается вот я снял ребят будете когда снимать смотрите аккуратней вот за эти крючки зацепляется у нас ткань и провода но если вот у вас как у меня стоят обогревы сиденья смотрите не оторвите вот эти провода они вот один там один здесь получается вот у нас клеммы на подогрев сиденья их снимаем и тогда можно будет убрать сиденье так есть один еще 2 все штуки же у нас отключены убираем войлок о деньги деньги кто-то понасыпал еще пятачок блин еще рубль там потом удивляется чего бренчит чего бренчит теперь нужно снять вот этот кожух чехол получается тут вот это вот вот это каждая прорезь типа да это защелка то есть их вот тут сколько 7 штук 7 защелок они просто у нас зацепляются за кузов сейчас покажу как это все выглядит берем прямую отвертку получается вставляем вот так вставляем и вот так они достаются без проблем и на выворот получается чуть-чуть и они вообще без проблем достают так вот она крышка какая тут жесть это просто капец и перед тем как снимать бензонасос это надо все вычистить потому что это может попасть все к нам в бензобак ты прям капец это что такое вообще вот это что такое тут валять интересно берем кисточку пылесос и все вычищаем вот так вот более-менее все чистенько получается теперь нам нужно сбросить давление системы если мы сейчас просто отстегнем мы тут зальем все бензином в общем нам нужно отключить вот этот штекер сейчас отключу и защелочка и отгибаем и вытаскиваем штекер все штекер я снял теперь нужно запустить машину чтобы стравить давление в системе потом будем уже отключать топливный шланг все пусто абсолютно хоть газу и хоть не газу и теперь берем тряпку и будем отсоединять штекер но перед этим сейчас не снимем клемму с аккумулятора откручиваем клемму все клемму сняли но вот теперь снимаем шланг бензиновый вероятнее всего что сейчас все же бензинчик у нас польется как бы отодвинуть так чтобы так отлично резиночки теперь при помощи прямой отвертки получается поддеваем вот эти края и вот так вот пододвигаем со всех сторон вот он практически уже весь вышел никаких спецключей там ничего такого не надо все отверточка делается так смотрим дальше наблюдаем еще грязь тряпочки сейчас все начисто протираем и после этого будем уже извлекать сам бензонасос вот трубочку получается как блин показать то вот смотрите его выщелкиваем с вот этого паза все и тогда тут уже она мешаться не будет теперь достаем сам бензонасос резиночка динчик сливает поплавок все есть мы вытаскиваем на улицу вот такая красота немножко в баке конечно присутствует мусора но я думаю что не критично прикрою пока крышкой пожалуй вот так а теперь начинается самое интересное резиночка ну мягкая еще не не дубовая ничего в ремкомплекте почему-то резиночки это нет ну ладно поставим эту желающую теперь нам нужно снять поплавок чтобы снять поплавок получается отодвигаем и отвертки вот этот вот кронштейн или крепления поднимаем и вытаскиваем его поплавок отодвигаем теперь нам нужно снять вот этот отверткой просто поддеваем чтобы было проще так 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 все есть раз половине ли но и тут мы уже наблюдаем что тут есть грязь довольно прилично сетка довольно сильно забито но тут грязи капец конечно далее отгибаем крепление и вытаскиваем с креплением и сняли так теперь вытаскиваем убираем пружинку теперь у нас получается вверх держится на проводах и вот этой этом гофрированном шланге получится не получится сейчас потому что насаживается очень крепко можно конечно помучиться поснимать вот этот шланг но я решил отрезать потому что он нам уже в принципе не нужен на ремкомплекте у нас уже все есть так вот у нас появляется доступ к контактам к бензонасосу бензонасоса еще приколитесь да на саморезы на клопа прикручен капец конечно так ребят сейчас снимаем снимаем там вот есть такая лопатка сжимаем и и тянем вверх провода вот так вот можно пропустить все бензонасос отключен откручиваем саморез есть контакт и теперь надо сейчас будем отпаивать вот эти контакты получается отверткой подеваем обратный клапан аккуратненько блин ничего страшного посмотрите одно уплотнительное кольцо и обязательно нужно достать вот это маленькое уплотнительное кольцо не фокусируется вот это не забывайте достать и тоже поставить на бензонасос получается просто потихонечку вытаскиваем все бензонасос мы достали ребят сразу перед тем как будете отпаивать не знаю сделать фотографию или пометьте провода как они у нас припаяны чтобы потом не караться и не перепаивать колечко достали ну и сразу одеваем его на клапан чтобы вот эти провода нам не мешались и вообще чтоб фильтр не мешался просто вот эту часть где проходят эти провода я просто срезал вот теперь отпаиваем есть и последний остается готово припаиваем уже к новому корпусу получается продеть просто сгибаем вот так вот не до конца просовываем вытаскиваем провод и этот тоже просовываем тут же все теперь можем припаивать перед тем получается как припаять последних два провода устанавливаем обратный клапан чтобы нам было удобней остается здесь клапан установили теперь берем саморез и прикручиваем потому что если мы сначала припаяем у нас это сделать не получится скорее всего все все есть контакты все четыре припаяли сейчас вставляем бензонасос вставился теперь подключаем клемму бензонасоса и теперь не забываем продернуть провода вот в это гнездо так сказать вставим пружину сначала вверх потом вниз все и теперь получается вставляем крепление и защелкиваем все в принципе почти готово остается оставить фильтр грубой очистки но нам придется тут регулировать чтобы попадало отверстие по пазам если вот это отверстие у нас должно совпать с вот этим то вот это должно совпасть с вот этим все в принципе четко на крышке есть клапан вот он должен попадать вот в это место видите все защелкнули теперь нам нужно поставить поплавок снизу вверх снизу вверх одевается он снизу вверх все готово тут у нас защелкнулось бензонасос готов итак последний штрих получается ну это я просто прикрывал конечно же ставим уплотнительную резинку так зинку у нас на месте установлю бензонасос аккуратненько так так проверяем чтобы он хорошо сел бензиновый шланг пока не ставим потому что нужно поставить кольцо берем отвертку помогаем подключаем шланг бензиновый есть подключаем штекер есть так и не забываем что мы из паза вытащили вот этот шланг он нужно обратно посадить ставим клемму на место и будем проверять включаем зажигание и слушаем как бензонасос заработает надеемся ну есть несколько раз сейчас выключаем включаем зажигание чтобы система накачала еще раз получается включаем зажигание наблюдаем что датчик топлива работает сейчас еще пару раз прокачаем и запустим двигатель пробуем запускаем двигатель четенько нигде не потеет ничего вроде все очищал пока закручивал еще попадал видимо с кузова сейчас прогреем и поедем попробуем сейчас распилим бензиновый фильтр и посмотрим в каком состоянии там фильтрующий элемент ну что друзья вот такая ситуация после 110 тысяч пробега сейчас еще выковырю и посмотрим ну там видно там чернуха жесткая он реально не работал уже ну что эксперты скажите на такую чернуху мне кажется это капец он был весь вот такой беленький светленький а сейчас это просто какой-то капец итак друзья проехал я уже 200 километров после замены бензинового фильтра тонкой грубой очистки хочу сказать сразу и отметить у меня машина реально скажем так поехал но не то чтобы она прям конечно пушкой гонкой стал нет просто и реально стало легко набирать обороты и такое ощущение что ее что-то держит она пропала и теперь она ездит нормально грубо говоря она сейчас стала адекватно реагировать на газ то есть если ты по резче нажимаешь она начинает ехать а не так что ты нажал и она чем там подергивается или еще что-нибудь сейчас стало все хорошо